доброго доброго утречка всем проснулась отекшая опухшая сегодня ночью спала без подушки и у меня опухли глаза видите такие круги под глазами но сейчас еще более или менее но с утра было не очень красиво я забыла с собой взять патчи под глаза да и не хотелось но у меня были такие масочки одноразовые я себе холодную масочку на лицо сделала и вроде бы понемногу отхожу муж еще спит говорит лень но я на завтрак сегодня не хочу идти тем более что после завтрака здесь выдают закуски везде не надо спешить просыпаться прямо ни свет ни заря для тех кто не любит это делать смотрю в палатках еще никого нету в нашем шатре тоже никого нету значит все хорошо сейчас море вам покажу я на балконе так мы еще не гуляли по пляжу не смотрели территорию вот туда вот но я так поняла что в той стороне город можно даже взять такси на такси где-то минут десять или машину наши друзья приедут на машине я что вообще перепутала все я думала что они уже здесь оказывается они позже немного прилетают тем мы мы уже здесь раскусили всю обстановку разведали все ходы уже будем их к обеду встречать но знаете отпуск быстро заканчивается сегодня вторник а в воскресенье мы уже улетаем домой вот так что какая-то лодка плывет в море ну как на улице жарко но нельзя сказать что прям чувствуется я не знаю сколько градусов я вот с утра не смотрела поэтому не хочу вас обманывать но не чувствуется так как чувствуется в мюнхене вот в мюнхене за два дня до того как выехали пришла жара к нам и до такой степени это ощущалось неприятно все эти вроде бы в мюнхене зелено но но у меня было ощущение что у меня от жары просто дом знаете пыщет как уголь в такой знаете жареный такой красный а то это всего вот так вот дуло прям вот кипятком а здесь нормально 10 часов люди уже уходят с пляжа мы только добрались до пляжа но что у нас тут шампусик 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 с фруктами будем праздновать хорошее настроение ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И ты, с сунетом, требуетесь принять и сунетом. Да, макар, чтобы не сказать, что если мы не делаем, то мы не делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и из-за того, что Скорее всего Это все Эта жидкость давит, наверное Хоть получаю удовольствие От обстановки Ну и немножко, конечно, привожу Свои нервишки в порядок Здесь синек Подождем Дуринчика А, вот он Вот он идет Так, вот Сауна и массаж Мистер Глигор Ну что, ребят Ну что сказать Пока Ощущение Самое приятнейшее Такая слабость Ну не слабость, а расслабление Что-то я мороженую Расслабление такое В ногах Ну классно, классно По интенсивности Не могу сказать Что прям меня там Ломали Или всаживали мне там Знаете Иглы какие-то Ну есть такие Массажисты Более агрессивные А это девочка Тайка Очень классно делает У них здесь Больше Мастеров Само собой Что после одной процедуры Ну У меня нет Никаких ожиданий Что у меня полностью Пропадет отек Но хоть немножко Полегчало Так скажем Полегчало Так, теперь я найду Своего мужа А еще Может завтра я смогу Вам заснять Такая палатка На улице С кондиционером Что ли Потому что воздух Был очень приятный Такой охлаждающий И разбрызгивали Какие-то Арома Я не знаю Смеси Ну в общем-то Прикольно Прикольно И очень приятно И музыка Такая расслабляющая Все шикардосно Все шикардосно Так, сейчас мы уже найдем Мы решили Ужинать поздно Часиков В девять Ну потому что Во-первых И много суеты Здесь в шесть часов Да и как-то Кушать не хочется Раньше Чем в девять Учитывая Что Мы и на обед Позже ходим Вот так Прием-прием Ну что Сводка дня Самочувствие Ну улучшается Отек ног Спал Ну не совсем Но почти Вот они Вот они У меня Семь часов вечера Сегодня Успели Приехать уже Наши друзья Две семейные Пары И вместе Как-то веселее Вода Вообще Ребят Парное молоко Парное молоко До такой степени Приятно Находиться в воде И так как Вы мне говорили Что солевые повязки На печень Убирают Осцит Отек Снимают Вообще На все Отекшие места Можно их Прикладывать Прилаживать Поэтому Мне кажется Ну может быть Морская вода Работает Аналогично Не знаю Я хочу Мечтать Об этом Немного Вот сейчас Вышло Погреться На солнце Потому что Днем Понятно Что я Солнце боюсь Муж тоже боится И вообще Мы не очень Любим Когда Жарит Даже В здоровые Времена Так скажем Сейчас Нормально Нормально Все Вот они Мы Вот она Наша палатка Вот он Наш тенечек В общем-то Все хорошо Может быть По приезду В Мюнхен Анализы Станут Лучше И уже Ну посмотрим Посмотрим Я готова На любой Результат ПЭТКТ Который Состоится В начале Июля У меня будет ПЭТ У меня будет МРТ головы Ну Потом Посмотрим Время покажет Время что-то Решит Я так думаю Зачем Волноваться Наперед Ведь Все равно Ничего Абсолютно Нельзя Изменить Но как Немножко Состояние Улучшается Уже Пропадает Паника И я Вас Хочу Успокоить Да Может быть В некоторых Видео Я Выгляжу Подавленной Измученной И Может быть Создается Впечатление Что я Хочу Все Бросить И больше Не лечиться Но это Нет 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 Просто Я блогер И мне Приходится Снимать Во все Свои Времена Как и В хорошие Как и Не В самые Радужные Поэтому Не умею Я строить Как это Хорошую Мину При плохой Игре Или как Говорится Ну не могу Притворяться Когда Мне плохо Мне блин Плохо И я Говорю Таким Голосом Не потому Что я Хочу Все бросить А потому Что Мне просто Блин Плохо И я Не хочу Притворяться Если Притворяться Ну что Это Влог Это Показуха Какая Это Симуляция Оргазма Буду Бороться До конца Ну Насколько Хватит Сил Пока Врачи Будут Что-то Предлагать Я Буду На это Соглашаться Кто-то Говорил Что Мне Нельзя На море Мне Надо Срочно К врачу Ой Да я Постоянно У врачей Я Пять Дней В неделю У врачей Вот честно Вам говорю Есть Еще Там Кое Кое-что Куда-куда Я ездила Где Консультировалась Но о чем Я не могу Рассказывать На ютюбе Потому что Ну у меня Потом Проблема С страховкой Проблема С врачами У меня Вообще Такая Ситуация Очень Щепетильная Потому что Мой Врач Который Сейчас Она Меня тоже Не очень Долюбливает Она Мне устроила Огромничный Такой Грандиозный Скандал Почему Я сама Самовольно Решила Пойти Провериться В тот момент Когда я Начала Троделви А я Вам уже Объясняла Что она Меня проверяла В феврале По стандарту Когда четвертая Стадия Проверяют Раз в три Месяца А она Меня проверила В феврале А лечение Она мне дала Только в середине Апреля И с февраля До апреля У меня Подскочили От нормы Тумор Вот эти Унгмаркеры До 500 И понятно Что я Хотела Посмотреть Какая ситуация У меня На сегодняшний День Потому что Мне страховка Дала Дорогое лекарство Только на Три месяца И я Себе Подумала Ну если Это лекарство Не какое-то Чудотворное Не сотрет Как губкой Все мои Метастазики Как я Потом докажу Страховке Что эти Метастазики У меня Появились Не За время Медикамента Не за время Троделви А еще До этого Как я смогу Доказать Мне надо Иметь Какие-то Доказательства И самой Для своего Спокойствия И муж Меня очень Сильно Просил Иди Проверься Промонитор Ситуацию Чтобы Знать Ну как Все выглядит На момент Когда ты Начинаешь Но за это Она меня Очень сильно Отругала Я очень Долго думала Показывать Ей Эти диски Или не Показывать Но потом Решила А зачем Я контролилась Чтобы это Все Держать Дома на полке Чтобы это Все Пылилось Понятно Что я Отнесла В клинику И это Ей не понравилось Ну как Она мне Говорит Что вы В самоволку Уходите Идите Лечитесь Где хотите Я сейчас Буду Там Контракт С вам Я вас Выгоню Ну а она Меня взяла Как проблемную Учитывая То что Я ушла Из одной Клиники А в Германии Это не любят Не любят Чтобы врачей Меняли У них Какая-то там Врачебная Солидарность С одной стороны Понятно А с другой Стороны Блин Пациент Имеет Право На второе Мнение Пациент Имеет Право Если Вот мне Кажется Это же Моя Жизнь Мне-то Умирать Если Надо Поменять Десять Врачей Чтобы Найти Того Своего Единственного С которым Есть Филинг Какой-то Тогда Значит Надо Менять Ну по крайней Мере В бывшем Советском Союзе Так Все Делают Так Делают В России Так Делают В Молдове Так Делают В Румынии В Германии Это не принято Не любят Пациентов Которые Меняют Клинику То есть Вот как Тебя Лечат Надо Слушаться Ес Мой Фюрер А приходишь С какими-то Там Предложениями Там Пропишите Мне Гептрал Начинают Умничать А что У вас Там Медицинское Образование Есть Да А что Вы тут Советуете Вы Ко мне Пришли Ну По крайней Мере Мои Братья Не буду Говорить Потому что Потом Меня Вы Ругаете Я Не буду Обобщать Это То С чем Я Встречалась До сих Пор Мой Самый Любимый Врач Остается Врач Из Франкфурта Хоть Многие Говорили Что У меня Как бы Ой Он Меня Довел Он Меня Я Без Лечения Была Шесть Месяцев И Он Меня Ввел В Стабилизацию Это Доказывали И эти Из Мюнхена Врачи Они С этим Соглашались Ну А четвертая Стадия Это Всегда Так Ты Никогда Не Знаешь Сегодня Хорошо А потом Ну Два Месяца Не Давали После Этой Эмболизации Лечения Вот Сразу Ухудшилось Это Слишком Много Для Четвертой Стадии Для Агрессивности Моего Типа Рака Онкологии Это Очень Много Два Месяца Вообще Без Никаких Вливаний Вот И Ухудшилась Ситуация Он Тут Ни Причем А Насчет Гарантий Тоже Кто-то Спрашивал Какую Гарантию Дал Врач Из Франкфурта А в медицине Вообще Никто Гарантию Не Дает А Какую Гарантию Можно Дать Начинаем Лечение Только С надеждами На Какую Там Хорошую Динамику А Гарантий Абсолютно Никто Не Дает Всегда Подписываешь Такой Протокол Специальный Что Ты На Себя Полностью Всю Ответственность Перед Каждой Процедурой Вот Я Здесь На Массаж Хожу И То Мне Дали Такую Бумагу Подписать Какую Гарантию Я И Не Могу Требовать Насчет Того Какие Прогнозы Мне Дают И Что Вообще Говорят А Я Такие Вопросы Не Задаю Я Боюсь Ответа Услышанного А Вдруг Мне Скажут Тем Месяц Остался Я Не Хочу Такое Слушать Я Того Ж Прекрасно Понимаю Вижу Другие Случа Я Давно Уже Кошеварюсь В Этой Тарелке Поэтому Я Вижу Что Есть Люди У Которых Вообще Шансов Не Было Они Каким То Образами Еще Шкандбают Как То А Есть Люди У Которых Были Шансы И Ну Им Предвещали Большой Успех И К Сожалению Они Уже Приехали Жить На Небеса Поэтому Вот Так На Некоторые Вопросы Ответила На Некоторые Отвечу В Следующем Видео Халошки Халошки От Путешественников Ну Что Ребятки Мои Дорогие На Сегодня Я Буду Заканчивать Свой Влог Мы Уже Поели Дорин Говорит Смотри Под Ноги Даже Если Снимаешь Мы Уже Поели Все Животик Полный Калории Уже Обволокли Спасательный Круг Вот Вот Все Сейчас Мы Меняем Свою Геолокацию На Террасу Я думаю Что в этот Вечер Будет Живая Музыка И Мы Хорошо Проведем Время Наши Друзья Пошли Проведать Здесь Территорию Ну Как бы Рисовать Карту Мы Еще К этому Не готовы Потому Что Ножки Мои Еще Очень Хиленькие Хотя Лучше Чем Первые Два Дня Вроде Все Хорошо Все Вот Они Красавцы Никуда Никуда Еще Не ушли Вот Они Все Всех Love И Встретимся В следующем Видео Музыка Музыка Музыка